Пригожие, стройные и вытонченные. У природу выпустили живел, которые с давно населяли наши территории. Больше, как 50 высокородных оленев сейчас гуляют в лесах Будокошалевского района. Про то, как отбывается обновление популяции, расскажет Ганна Корольчук. В белорусских лесах высокородные олени водились с продвеку. Еще в часы царских полеваний они лечились каштовым трофеем. Однако потом их популяция значительно сократилась. Зараз я неуасновным населяюсь Гродзенскую и Могилевскую области. На обновление популяции этих прихожих живел накирована державная программа «Белорусский лес». С ее допомогой в Будокошалевский район в минулом Кострычнику привезли больше за 40 высокородных оленей у Звитебской господарки. Их сместили в вольер, площадь 11 гектар. Это специально обранная территория, обгороженная сеткой. На ее обовязково повинен быть смешанный лес, водная крыльница и досить травы. В октябре месяце мы получили благородного оленя 43 головы из Витебской области. Мы проверили весна сопроводительные документы. У животных на территории находится водопой, все обеспечили водопоем. Есть корма, условия содержания все хорошие у них. С октября месяца на сегодняшний день у нас уже есть 14 маленьких оленят. Молодая кора, сила, зерни и соль. Все это живелы отрымливали регулярные употребные колькасти. Особный клопот охова статку от драпежников и браконьеров. Егеры кажут, что весь период прошел без дарыня. А по ночам до привезенных живел навод приходили некальки мясцовых оленей, которые ходили у сдов сетки. Теперь, коли пройденный карантинный период и оленяты подросли, специалисты выпустили статок у дикую природу. Эта программа «Белорусский лес» берет свое начало с 2014 года. И за весь период этой программы, в целом, на территории Гомельской области, это 10-й район, в котором мы выпускаем оленя, но в целом выпустили 667 оленей вместе с приплодом, который родился непосредственно в вольерах. Если до этого времени у нас было практически единичное поселение оленя, это в Мозырском и Наравлянском районе, чуть-чуть в Петриковском районе, то в настоящее время, вот это я уже озвучивал, это 10-й район, куда мы вселили оленя благородного. Гатой осенью оленеву провязуть еще три новые вольеры – в Лельчицком, Лоевском и снова в Будокошелевском районах. Все живелы закупляются за кошт областного бюджету, гроши, которые унесли поля уничтожие в якости пошлин за полевание, а так само сродка у белорусского товариста полевничих и рыболовов. По воде информации старшинной организации Юрия Шумского, с 2014 по 2019 год по господаркам Беларуси было выпущено практически 2000 оленев с уликом приплоду. Не глядячи на это, полевание на новые остатки заборонено. Сначала популяция должна досягнуть полной колькости, а потом это станет дополнительным направлением туризма. Ганна Коральчук, Валера Гопанько, телерадиокомпания, Гомельс, Будокошелевского району.